Евгений, добрый вечер. Очень рад тебя видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Уже не первый раз. Скажи, пожалуйста, слушай, мы переписывали с тобой. Ты мне сказал книжку посмотреть. Бронштейн, да? Бронштейн, Бирштейн. Николай Бирштейн, да. Который физиолог, нейрофизиолог и философ, между прочим, который ловкостью занимался, физкультурой занимался очень много лет, монографии писал и очень много лет биомеханикой занимался. Но я помню эту фамилию. Я попросил тебе дать ссылку и заново посмотреть монографию. Я вчера сел, смотреть сложно, без тебя тут не разберешься. Почему? Потому что раньше же писали таким стилем, что это надо... Там, ну как тебе сказать, не так, как сегодня, лаконично, четко, как статья. А это книга, это там... Короче говоря, я решил тебе сказать честно, что я ее всю не дочитал, и поэтому хочу тебя попросить, чтобы мы немножко сделали лаконичнее наш разговор, потому что ты очень опытный человек, занимаешься со студентами. И мне бы хотелось, чтобы ты мне в двух словах и для всех тоже, которые будут смотреть эту запись, сказали, в чем его, так сказать, достижения, в чем суть. И еще мы говорили о том, что ты хотел, чтобы мы про Стрельникову поговорили. Ну да, да, это актуальная тема. Тогда я замолкаю, ты говори, и я буду отвечать на вопросы, что думаю по этому поводу, я тебе буду задавать вопросы. Ну, короче говоря, мы всех, и нашу школу Чех Будущего, и твоих друзей, студентов и коллег, мы всех, как говорится, уже повестку дня, как говорят, обозначили, поэтому давай, я замолкаю. Ну, меня же интересуют в первую очередь музыканты, актеры, артисты. И поскольку это народ двигающийся, и умение двигаться для нас это, ну, момент даже не только профессиональный, это еще выживание, потому что если движение кривое, то будут профессиональные болезни, и все, и виртуозности никакой, и выносливости никакой, и придут годы, и уже человек не играет и не двигается. Вот, и я очень много искал, вот я же как еще, я же ваш ключ нашел, ну как, мне его порекомендовали, я нашел его, потому что он помогает двигаться. И студенты говорят, особенно вокалисты, что если сделать ключ, то после этого опора дыхания хорошая. Потом говорят вообще музыканты, что если, допустим, волнение перед концертом, то нужно опять же сделать ключ, и раз волнение как-то преобразовывается, оно не уходит, но оно преобразовывается. Ну, что для нас очень важно, это что можно сделать в коридоре, на лестничной клетке и так далее. Вот, и такие методики я уже много лет ищу, потому что, ну, это часть моей педагогики, да, это часть моего собственного исполнительства. Вот, и пока я искал, вот возникла книжка Берштейна о ловкости. И там мне что понравилось, что он очень понятно и научно объяснил, как это все работает, почему вот есть разные уровни формирования движения. Да, первый уровень занимается тонусом, да, второй уровень занимается целостными движениями, третий уровень занимается и диамоторикой, ну, там он не только этим занимается, но я так понимаю, что ваша методика, она в первую очередь дает вот это, вот то, что вы делаете, да, это же идиомоторные движения, да. И, естественно, они артисту очень нужны, потому что я же не могу, например, всегда предусмотреть все, что будет на сцене. Да, скорее всего, на сцене будет момент импровизации. А момент импровизации – это значит, у меня какие-то новые образы в голове, и руки или все тело должно сработать неожиданно. А неожиданно оно сработает только если есть хорошая идиомоторика. Вы согласны со мной? Я вообще думаю любому артисту, как Станиславский в свое время обучал своих актеров, надо научиться снимать дневномышечные зажимы, конечно. Идиомоторика – это один из элементов, с помощью которых можно ускорить процесс снятия зажимов. Например, любую гимнастику взять, сочетать ее, эти механические движения любые, которые делает человек для раскрепощения, если сочетать с идиомоторными движениями, подбирая их для себя по принципу минимального усилия, максимального комфорта, максимальной естественности, как примерять рубашку по размеру. Если сочетать механические движения, это два разных рода движений – механические движения и геомоторные, то есть полуавтоматические, сознательно включаемые рефлекторные ответные действия. Если их сочетать, конечно, через несколько занятий, таких физкультурных упражнений в сочетании с идиомоторными движениями, самыми разными – от пальца до руки, до ноги, до головы. Если их сочетать, то, естественно, сокращается время, с помощью которого он может потом, как ты правильно говоришь, и в коридоре, и это за одну минуту быстро себя проводить в порядок, потому что у него уже формируются навыки. Выболел, я выболел. Вы видите, я человек со стороны, и для меня важна идея моторика. Вы говорите о зажимах. Ну, конечно, зажимах всегда нужны артисты, чтобы боролись с зажимами. Но, понимаете, с зажимами можно по-разному бороться. И вот как раз нас интересует следующее, что вот вдруг руки начинают работать сами по себе, и они работают, ну, не только в мысли, что сдвигаются или раздвигаются, а то, что я, допустим, чувствую, что в зале, условно говоря, сидят там, допустим, дети, и им нужно играть как-то или веселее, или бодрее, или как-то вычурнее, или как-то неожиданнее. А репетиционный процесс мне не дал такой информации. Я на ходу начинаю придумывать. Я, допустим, придумал, в голове придумал, у меня понимание есть, а руки не работают, но не слушаются, потому что это же я должен был отрепетировать и так далее. Понимаете? Я не понимаю, и вместе со мной, наверное, не все понимают. Ты имеешь в виду, когда ты выступаешь или учишь детей, которые должны выступать сейчас? Когда выступаешь. Выступаешь с чем? Вокально выступаешь? С концертом. С концертом. То есть ты играть будешь сейчас? Что будешь делать? Смотрите, вот мои какие-то ученики будут выступать где-то там на сцене. Да. И они будут выступать не в той ситуации, которая была у нас в классе или в нашем концертном зале, где мы репетировали на инструменте наш концерт. Да. Да. Они приехали в другую школу, там другая публика, другой инструмент, там другой прием публики, там другая акустика. И поэтому весь аппарат исполнительский должен как-то достаточно быстро перестроиться к другим, у ребенка. Я говорю не о себе, у ребенка. Они будут выступать что? Петь они будут? Или что они будут делать? Играть? Да. И петь. Это могут быть дети разные, это могут быть артисты, которые детского театра, это могут быть музыканты, это могут быть певцы, это могут быть танцоры. Задача стоит в том, что нужно как можно быстрее подстроиться к новому залу. Чтобы они могли переехать, допустим, в этот город, увидев новую обстановку, не терялись, а могли быстро себя настроить, раскрепоститься, снять зажатость. И ты там применяешь различные техники. Я знаю, ты йогой занимался, я знаю, что ты многие разные методы знаешь. Я знаю, знаю все про это. И ты им даешь советы, чтобы они еще до поездки дома у себя и до у тебя там в школе эти приемы отрабатывали, что когда они попадут в обстановку неопределенности, неожиданности, повышенной ответственности, чтобы они могли быстро раскрепоститься и быть уверенными в себе, да? Ну, во-первых, раскрепоститься. А во-вторых, поймаете, одного раскрепощения недостаточно. Нужна идеомоторика. В том-то и дело... Вот важный момент, важный момент. То есть раскрепощение, когда человек чувствует себя свободно, вот раньше он 50 грамм выпивал артист перед выходом на сцену. Ты считаешь, что этого недостаточно? А идеомоторика еще для чего нужна? Ну, давайте так, я не знаю, достаточно или недостаточно. Я же поэтому с вами говорю. Ну, раскрепощение, понимаете? Во-первых, слово раскрепощение, это же слово по большому счету ни о чем. Ну, для музыканта. Потому что недостаточно просто свободного ощущения. Нужно, чтобы был тонус. Вот это очень важный момент. Вот это надо определить. То есть понятие надо определить. Понятие раскрепощение, снять зажимы, это недостаточное представление современному человеку, тем более ребенку, сказать, раскрепостись с ними зажимы, он не поймет. А что надо ему объяснить? О чем сейчас речь? Что он должен что уметь делать? Ну, в частности, быть в тонусе. В тонусе все это такое. Ну, смотрите, вот у меня, я, допустим, играю на инструменте, да? Вот раскрепощенная рука, она раз и слетела, да? Это расслабленная рука, это не раскрепощенная рука. Вот поэтому мы определяем. Вот поэтому разговор важный. Нас разговоры важны, да. То есть расслабление. Вот раньше гипнотижер, как проверял гипнобильность человека? Один из приемов. Он предлагал ему положить руку на палец и расслабить ее очень сильно. Расслабить. 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 А потом говорил, убери палец. Она у него осталась скованной. Он говорит, значит, ты не расслабил? То есть вот... Ну, просто один тест был такой. Тогда человек научался расслабляться. Тогда он представлял себе, что когда он уберет палец, она упадет. Раз не падает. Не может себе представить. Ну и, короче говоря, а теперь получается, если человек сделает хлест, например, чисто механический лыжник, а что ему больше подходит? Где легче, быстрее он входит в ритм. Вот, например, в этот. Или поворачиваться туда-сюда. Потом опять он ему говорит, ну-ка, давай представь, что рука расслабилась, палец выдержишь в момент, когда я хлопну в ладошки и посмотрим. Раз и... О, уже расслабляется. Вот таким путем, сочетая вот эти вот механические повторяемые движения, которые подходят человеку в данный момент, в этом суть, чтобы синхронизация была. И ты предлагаешь, что именно идиомоторные движения. Ну, давайте так. Мы уже выяснили, что... Ваша методика. Ну, и те методики, которые я ищу, и мои студенты мне помогают. Вот мы еще о Стрельниковой поговорим. Ну, кстати, раз вы заговорили о йоге, ну, давайте так. Мы по молодости много чем занимались, и много чего пробовали. Поэтому я не готов нести ответственность за индийские религиозно-философские течения. Тут, дай Бог, вот обойтись какими-то теми вещами, которые можно посчитать. Поэтому... Так вот, я о чем говорю, что я как музыкант, как педагог, как человек где-то сам, играющий и выводящий детей на сцене. Я в вашей методике вижу не только вот то раскрепощение, о котором вы говорите. Я вижу следующее. Студенты говорят опора дыхания. А опора дыхания — это не раскрепощение, а это тонус целой группы мышц. Или, скажем так, если ваш термин раскрепощение предполагает и тонус целой группы мышц, нормальный здоровый тонус, который позволяет нам не падать. Вот мы сидим и не падаем. Голова держится и не зависает. Я просто хочу сказать, что есть слово расслабление, а есть слово раскрепощение. Это два разных понятия. Раскрепощение — это не расслабление. Раскрепощение — это свобода. Раскрепостился, крепость снял, вот этот зажим снял. Поэтому Станиславский говорил — снять нервно-мышечный зажим. Раскрепостился — это свобода. Свобода. А там в свободе и тонус есть, и уверенность есть, и свобода ума, и свобода… и нет блоков тела. Освобождение от штампов мышления, от страха, от стереотипов, от шаблонов, от боязни, ошибки, от страха ошибки. Освобождение в голове и освобождение от блоков тела, зажимов. Вот это раскрепощение. Я рад, что это произнесено, потому что в педагогической среде очень часто раскрепощение и расслабление — вещи, которые, ну не то что путают, но, как говорится… Один предполагает это, молчаливо думает о другом. Ну и все же я возвращаюсь к идеомоторике. Давай. Потому что, ну, наверное, просто раскрепощение недостаточно для того, чтобы вот это произошло. Ну, скажем так, вот у меня 30 студентов, допустим, да, в классе, и только у одного или у двух вот эта штука спонтанно получается. Вот мы там попрыгали, потелали, и говорю, давайте… Кстати, в основном у девчонок, у мальтишек режет, режет, режет. Ну, девочки, они эмоционально подвижнее. Я хочу тебе сразу сказать, походу, что у меня есть друг Караси в Нижнем Новгороде, доктор, который мне потом сказал… Он у меня обучался… Ничего там в Нижнем Новгороде. Потом мне сказал, а у меня сто процентов… У него сто процентов руки расходятся у всех. Я говорю, а как это ты делаешь, Караси? А он говорит, да я просто и предлагаю перед этим, как делать это. Десять раз отжаться от головы. Они напряглись десять раз, а потом после напряжения же всегда идет расслабление в мозге. Напряжение после идет расслабление. И он говорит… Десять раз человек отжался спокойно, потом встал и у него… И пошло. То есть там много подходов разных. Можно довести до пика. Например, у человека не получается, что он захотел руки… И он ищет образ, чтобы пошли руки. Не получается… Потянуться можно… То есть можно сочетать это… Метод напряжения… Как это его зовут авторы? Ну, всемирно известный автор… Метод… Забыл я… Ну, напряжениями учат… Напряжение делают… Ну, ребенок тоже… Это известные методики. Я думаю, что там не один автор. Это как-то называется такая гимнастика, когда вот я… Да, 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 да. Их много. Я это все упростил, оптимизировал. У меня получилось, что… Это же мы люди инстинктивно делаем. Утром просыпаемся и мы тянемся. Так вот, если сознательно, осознанно, да, вот это потягушеньки сделать, как следует, то после этого тоже легче идет. Желаемый образ тут же начинает сопровождаться телесным движением. Происходит согласование психических и физических процессов. Стресс снимается, раскрепощение появляется. То есть там много моментов сочетания пиков напряжения с расслаблением. Вот там много этих моментов. Ты же исследователь. Вот я как раз таки хочу тебе сказать, что Шичко… Шичко или кто-то там еще забыл какую-то методику, предлагал. Это еще было в 30-е годы, слушай. В 30-е годы. Ну ладно, я сейчас немножко отвлекусь, потому что по существу много разных методов, но принцип один. Попеременное напряжение и расслабление вызывает общее расслабление. Поэтому даже дрожание, когда человек стоит и трясется, это тоже попеременное напряжение и расслабление. В конечном счете, если он потрясется как следует, если он вот так напряжется, немножко отожмется, то потом у него все легче получается, потому что груз скованности уходит. Ну, знаете что, давайте так, у нас не так много времени. Что я хотел услышать в связи с Берштейном и вот этими уровнями формирования движения, я уже услышал, и мы не будем усугублять, а мне нужно, чтобы вы все-таки пару слов сказали о гимнастике Стрельникова, потому что она крайне популярна у вокалистов, у актеров, у духовиков. То есть все, кто должны дышать долго, профессионально, эффективно. Вот. И я вот, наверное, уже тоже полтора года с вокалистами, с детьми пробую эту методику. Ну, в общем, я ею доволен. Опять же, она тем хороша, тем же самым, что и ваша методика. Что это можно где-то в коридоре, где-то на лестничной клетке, где-то за кулисами. Да, вот, допустим, у меня уже костюм, у меня парик, и уже все. А вот надо привести себя в чувства. Да, вот здесь, равно как и ваш ключ работает, точно так и Стрельникова. Да, там немножко похожа. Ну, вы знаете эту методику. Быстрый, резкий, шумный вдох и свободный выдох. И это совмещается с какими-то движениями самыми разнообразными. И возникает тоже ощущение опоры дыхания. Возникает, ну, более глубокий звук, более опёртый, более выносливый. Вот. И что вы мне расскажете? Вы, может быть, даже знаете её... Я сразу могу сказать, что мне сразу на вам приходит сопоставление противоположной техники. бутейка, бутейка задержки дыхания делала. А у Стрельникова делала форсаж дыхания. Вот именно резкий выдох, как будто шину накачиваешь, шину накачиваешь как будто вот. А давали эффект одинаковый. У бутейка задержка дыхания, а у Стрельникова форсаж дыхания. В результате и там, и там улучшение состояния. Улучшение здоровья, освобождение и так далее. Почему так? Оказывается, дело было не в том, какое делать движение. Или задерживать, или так дышать. А дело было в том, я бутейка когда показал первый раз в Новосибирске, как руки расходятся. Он говорит, ой, дыхание стало как надо. А он-то знал, какое дыхание надо? Сам бутейка сказал, дыхание когда-то. И говорит, наверное, это нужно для тех, у кого волевым образом дыхание трудно блокировать по его методике. Я говорю, ну почему же только для них? Для всех это... А дело-то в том, что и у Стрельникова, и у бутейка, несмотря на разные подходы, прямо противоположные, там форсаж, а тут задержки, эффекта возникал не из-за способа, а из-за того, что в результате возникало трансовое состояние. Стрельникова вызывало за счет синхронизирующих действий, а бутейка за счет задержек. Но в результате у них и у того и у другого получалось трансовое состояние, сбрасывался стресс, клетки мозга больше обогащались кислородом, и появлялось ощущение такой легкости, эйфоричности, такой свободы, уверенности в себе и так далее. Поэтому два противоположных, казалось бы, метода. А на самом деле суть одна – вызвать транс. А поскольку ты говоришь об идеомоторике, то идеомоторика как раз вызывает транс. Потому что если я помечтал о том, что руки пошли, и руки пошли на автомате, то есть получается, что это управляемый рефлекс. То есть я представил образ, идея. В ответ на этот раздражитель, на этот образ включился рефлекс, то есть автоматическая реакция нервной системы. Ну рефлекс – это автоматическая реакция впоследствии нервной системы. То получается согласование между духом и материей, союз. То есть представил, что руки пошли, руки пошли. И в этот момент происходит то, что сегодня называют ошибочно-квантовым переходом. На самом деле триггерный переход там происходит. Но об этом можно говорить. Это Алла Джалова, профессор изучала в институте психологии Академии наук СССР еще специальным устройством, представленным к энцефалографу. На уровне сверхмедленных потенциалов колебаний мозга, СМПК так называемый, происходил такой скачок лавинообразный. Она его назвала триггерный переход. То есть оказалось, что когда человек из обычного состояния, то ли с помощью видеомоторики, то ли с помощью гипнотизера, то ли с помощью там музыки, там наслушался, сел и у него возникло вот это состояние, там происходит этот триггерный переход. Из обычного состояния суеты и мысли в состояние некой безмятежности. Ну, значит, тебе больше нравится эдиомоторный способ включения этого. Как Бутейка говорит, так это же можно делать и без блокады дыхать. Так Стрельникова тоже самое. Но у меня интересно, знаешь, как подбор был? Там, по-моему, ко мне приезжала психолог одна, она детей привезла, и там она детей учила, чтобы они вот так делали как-то. Ну, да. А мальчик стоял вот так, мальчик стоял вот так. Она говорит, стань ровно. Да. А ему трудно стоять ровно. Ну, вот видишь, как мы иногда шаблонным мыслим. Она по инструкции по Стрельниковой, что надо стоять ровно, и она ему предлагает это делать стоя ровно. А я смотрю, он сутулит. Ну, мальчик сутулится. Я говорю, слушайте, дайте ему делать так, как ему удобно. Она говорит, ну, так нельзя, надо прямо стоять. Там же написано рекомендации. Я говорю, слушайте, ну, дайте ему вот так стоять, как ему удобно. Потому что он две задачи решает одновременно. Она ему усложняла задачу. И его организм такой, что ему сутулится. Легче так стоять и выполнять эту задачу. А когда ему надо это делать, еще и так стоять. Две задачи получать. Напряжение больше. И поэтому я подошел вот так, как говорится, творчески. И я сказал, пусть он стоит, как ему удобно. И она говорит, ну, пусть стоит. И он так встал и стал вот так делать. И делать это дыхание, ну, как ты говоришь, по Стрельнику. И вот так он полминуты делал. Напряжение у него упало. И вот сам выровнялся и продолжал дальше уже вот так делать. А она этот переход увидела. Она говорит, смотри, как интересно. Так это же есть подбор ключевых действий. То есть подбирай то, что тебе легче. И когда ты делаешь то, что тебе легче, у тебя напряжение падает. И ты начинаешь, может, делать то же, что тебе было трудно. Потому что у тебя сняли зажимы. И то действие, которое было недоступным, ты уже тоже можешь выполнить. Принцип ключа, принцип подбора. Синхронно текущему состоянию. Это очень мне нравится, что мы говорим о ключе. Потому что сегодня массовое обучение. На самом деле каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе. А как раз таки мы с тобой занимаемся именно подбором индивидуальных действий. И учить человека подбирать, чтобы он не шаблонировался стоять прямо или стоять вот так. Если не можешь стоять прямо, пусть начало делать так. Давайте, если у нас еще немножечко времени есть. Чуть-чуть о трансах. Вы знаете, это вообще модная тема. И всегда хочется ее или избежать, или сильно уточнять. Но сейчас иногда говорят, вот я смотрю телевизор, в это время человек в трансе каком-то телевизионном. Давайте вы скажете все-таки о том, как вы понимаете транс. И чтобы мы там не заигрывали ни с религией, ни с наркоманией, или с какими-то там нездоровыми состояниями. Но вы меня понимаете, да? Нужно всегда дистанцироваться от каких-то вещей, за которые могут ухватить. Очень размытые понятия. То же самое, как и в степенях гипноза. Очень размытые понятия. И очень размытые понятия в степенях сознания. Потому что, ну, раньше называли транс – это измененное состояние сознания. Но тоже непонятно. Водки выпьешь – тоже измененное состояние сознание. Так в том-то и дело. Это же тоже транс. Да, тоже транс. Давай мы на эту тему. Я подготовлюсь как следует. Посмотрю в Википедии, что сегодня думают по этому поводу. Очень интересно. Потому что о трансе много пишут о всем мире. Я могу сказать свое мнение, но я бы хотел… Да, это самое интересное. Да, но я свое мнение могу сказать только по своему представлению, которое я отрабатывал после терактов, когда я вытаскивал людей. Потому что они не могли делать самовнушение или представлять себе хорошее, когда его трясет от плохого, он шокен находится, у него трагедия. Я ему говорю, а ты делай самое простое, чисто механически повторяемое движение. При этом происходит вхождение в ритм автоматизма. Ровно так же, как и во время бега. Если марафонец вошел в бег, он может бежать бесконечно. Почему? Потому что он вошел… У него происходит переход тот же самый триггерный или квантовый, так сказать. То есть новизна. Новизна. Он начал бежать. Или начал делать шалтай-болтай. Новизна. У него напряжение. Он думает, о чем думается, переживает. Но через минуту-полторы он выходит на автоматизм. То есть входит в ритм. И вот в этом переходе, когда он из новизны, напряжения, с готовностью ко всему, вдруг переходит на автоматическое выполнение, у него и происходит то же самое, что когда он воображает, что руки пошли, и в какой-то момент, раз они пошли, вот этот переход там происходит. Только тут он непосредственно сразу вызывает у себя состояние транса. А там он в него входит путем повторяемых механических движений, которые ему в данном случае легче сделать, потому что вот так сразу сделать он не может, потому что он встретит, допустим. то есть два входа входа в это состояние. Из обычного состояния бодрствования, напряженного состояния, тревожного там, страхов или чего. Два входа, сброса этого и входа в это состояние адаптированности. Вот этот переход, вот этот переход, это переход автоматизации от новизны к адаптации. То есть вот это все-таки требует специального разговора еще, Евгений. Я очень с большим удовольствием с вами всегда общаюсь и буду еще общаться. И знаете что, если, допустим, мы будем понемножечку закругляться, то мне хочется сказать, что для музыканта, для артиста, что было сегодня сказано вот из ваших уст, самое главное, это то, что при применении методики происходит, ну не разрыв, а наоборот, сращение духа и тела. То есть тело начинает делать то, что ему рекомендует, то, чего хочет дух. И это ведь самое главное для музыканта. Гармония между психическими, физическими, физиологическими процессами согласования. То есть я выхожу на сцену и несу некоторый художественный образ. Я, условно говоря, я там, не знаю, Кармен или я там злой гений из Чайковского, злой Евгений. И я, если имею вот эту свободу самовыражения, которую вы, может быть, называете там транс, а я говорю слово идиомоторика, то на самом деле мы говорим одно и то же, что вышел хороший артист. Мы должны определить эти понятия, чтобы мы не путались. Я просто хочу сказать, что для актера очень важно уметь выходить из состояния страха ошибки, то есть страха повышенной ответственности, где напряжение, перенапряжение блокировано. И тело зажато, и сознание блокировано, чтобы он мог выходить из этого состояния в состоянии внутренней свободы. Ну а здесь не только в состоянии внутренней свободы, а в состоянии внутренней свободы в направлении нужной деятельности. Да, вот, вот это самое главное. А это называется поток. По Чинске Михаиле это называется поток. То есть войти в поток, когда тебе уже сама природа помогает делать то, что ты делаешь. Восходящий поток, я бы сказал, когда без мотора планер может летать и летать. Это в поток войти. Я предлагаю тебе, Евгений, если тебе не сложно, в следующий раз еще встретимся. Я тоже подготовлюсь, и ты тоже подумай, какие мои бы еще темы. Самое главное – определить эти понятия. Что такое транс? Что такое бодрствование? Что такое состояние соцсоставления? Ну, мы соцсоставлениями рассматривать не будем пока. А вот состояние обычного бодрствования, состояние транса и нулевое состояние при переключениях между этими агрегатными всеми состояниями. Чем же все-таки отличается нулевое состояние свободного сознания, когда мыслей вообще нет? А если есть, то мысли не сопровождаются эмоциями от трансового состояния. Вот чем отличается? Это такой тонкий момент, такой важный момент. Потому что переходное состояние каждый человек чувствует, когда он засыпает между сном и бодрствованием. Если по времени задержать, это будет нирвана. А если это состояние в деятельности, это будет поток. Видишь, в зависимости от того, как оно задействовано. Ну, наверное, мы об этом поговорим в следующий раз. Спасибо тебе, Евгений. Вам огромное спасибо. И от моих студентов тоже, и от всех, кто интересуется вот этими нашими методиками, потому что надо это делать. Это, безусловно, своевременно и современно, и без этого никак. Ну, спасибо. Ты, пожалуйста, пришли мне там свои хештеги, пришли ссылки, чтобы мы могли поставить под видео сразу, где ты находишься в Харькове сейчас. Харькове, да? Да, Харьков, да. Это институт, как называется? Ну, сейчас я в Академии культуры работаю. Ну, еще год назад в консерватории работал. Ну, знаете, все меняется в жизни. Отлично. Отлично. Хорошо. Я тебе желаю успехов, успехов, и твоим студентам успехов. Да. Как хорошо, что наша школа Чехбурская школа Кутурос имеет таких друзей, как Евгений. Боже мой, мне очень приятно. Будем дружить. Я думаю, наша дружба плодотворна. До встречи. Спасибо, Евгений. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.